Ефремов город в Тульской области. Ближайшее расстояние от Ефремова до границ с Украиной составляет более 500 километров. И сегодня жителям города не спалось. Меня зовут Альбина Петгерняк. Карта боевых действий за 22 октября. Вашему вниманию. Вот таких вот два взрыва прозвучали в 2.10 ночи и в 2.13. На видео, которое опубликовали местные паблики, виден масштабный пожар. Сообщается в телеграм-пабликах, что горел завод синтетического каучука в Тульской области. Российские власти произошедшего, конечно же, не комментируют. А вот люди рассказывают, что беспилотники упали около завода в районе местной ТЭЦ также. Ну и дальше мы поговорим о КНДР, потому что КНДР отправляет в Украину, собирается отправить своих военных. И Южная Корея тем временем хочет отправить в нашу страну военный персонал. Речь идет об офицерах военной разведки, которые специализируются конкретно на Северной Корее. Планируется, что партнеры из Южной Кореи предоставят данные об операциях КНДР, военные тактики страны, информацию о доктрине, а также услуги переводчика в случае, если севернокорейцев возьмут в плен. Я напомню, что ранее стало известно о том, что Северная Корея планирует отправить на войну в Украину около 12 тысяч военных. Тысячу пятьсот из них нынче уже находятся во Владивостоке. Военный эксперт Александр Мусиенко предупредил, что с 22 октября по 28-е Россия хочет перебросить границу с Украиной около четырех с половиной тысяч севернокорейских солдат. Издание Билд сообщает о том, что 5 октября Ким Чен Ын посетил спецподразделение в западном округе Корейской народной армии. Оно считается одним из самых жестоких в мире, Билд называет этих севернокорейцев так называемыми боевыми рабами. Эти военные КНДР очень четко обработаны идеологией, они выросли в информационном вакууме, как, собственно говоря, все граждане КНДР. Этих военных готовили к борьбе с дьяволами НАТО и к защите от врагов, как они это называют, любимого лидера. И именно этих подготовленных бойцов, вероятнее всего, отправят воевать с украинскими силами обороны. Тем временем полковник британской армии в отставке Хэмеш де Бреттон Гордон заявил, что если россиянам придется просить иностранные страны, как вот Северную Корею, ввести войска в Украину, то это признак того, что Путин в беде. Сейчас пришло время действительно нанести решающий удар по России. В телеграм-паблике появилось видео северокорейцев в российской форме, сняли его в воинской части 44-980 в Приморском крае. Там дислоцируется 127-я мотострелковая дивизия. Ну вот это видео уже наглядное доказательство того, что северокорейцы переодеты в российскую форму, и сейчас уже они там с паспортами бурят и так далее. Им сейчас уже выдают российские паспорта, ну и действительно могут готовить к войне в Украине. Об этом говорит и украинская разведка, и военные эксперты. Ну и действительно это сейчас может быть очень сложной ситуацией на линии боевого соприкосновения в Украине. Поэтому далее мы рассмотрим ситуацию на линии фронта на территории Украины. И начнем мы с Кураховского направления. Там российские войска сейчас очень активно наступают. У врага уже была возможность обновить свои подразделения после огромных потерь. Именно для продолжения интенсивных штурмов. На Кураховском направлении украинским десантникам удалось отбить бронетанковый штурм российских оккупантов. В 46-й отдельной аэромобильной бригаде сообщили, что враг провел десятки штурмов, четыре раза применял другую технику, такую, как, скажем, внедорожники, БМП и танки. Украинским оборонцам удалось попасть по двум вражеским танкам и трем БМП. При этом оккупанты смогли убежать на обычных внедорожниках. Вот так вот просто повезло россиянам. При этом россияне продолжают активные штурмовые действия именно на Кураховском направлении. Не жалеют сюда ни техники, ни человеческого ресурса. И вот по данным Генштаба ЗСУ 60% всех столкновений за последние сутки произошло именно на Кураховском и Покровском направлениях. В районе населенного пункта Селидова ситуация сейчас очень тяжелая. Россияне наступают с трех сторон – с севера, юга и востока. И вот по словам военного эксперта Александра Коваленко, российское военное командование поставило перед собой цель – захватить Селидова в максимально краткие сроки. И поэтому туда нынче россияне подтянули огромное количество человеческого ресурса. По карте мы также видим, что оккупанты наступают и в районе села Лысовка. Таким образом пытаясь занять сразу несколько населенных пунктов. Это село Лысовка Донецкой области и село Сухой Яр, которое находится немножко выше Лысовки. Есть опасность для этих двух населенных пунктов. И вот что здесь хочется отметить? Что Лысовка является стратегически важным населенным пунктом. И именно поэтому россияне так активно пытаются ее сейчас захватить. Она стоит на пути врага к Покровску. Далее рассмотрим ситуацию в районе Торецка. Там россияне сегодня применили авиацию, ударили по населенному пункту Дружба. А в районе Петривки россияне сбросили три управляемые авиационные бомбы. Наступают оккупанты сразу по нескольким направлениям. Враг движется на населенный пункт Леонидовка. Ведет активное наступательное действие также западным курсом. Движется враг на населенные пункты Александрополь, Пантелеймоновка, Валентиновка и Сухобалка. Вот на карте видно, что ситуация там остается крайне сложной. Можете увидеть сейчас именно вот это направление четыре населенных пункта, которые просто сейчас россияне, если поменяют направление своего движения с севера на запад, то, конечно, эти населенные пункты могут оказаться под большой угрозой. Собственно говоря, как и сейчас это есть, но могут оказаться со всех сторон как бы под натиском россиян. Часов Яр. Далее перейдем к Часовому Яру, который выдерживал русский напор довольно долгий период времени. Россияне оказался сейчас под угрозой, потому что враг имеет возможность наступления с северо-востока в районе Жавтневой. Там враг уже закрепился на двух улицах района Жавтневой. Бои идут просто ожесточенные за каждую улицу. И вот в районе Часового Яра россияне продвигаются также по трассе 0504. Пытаются прорваться ближе к центру города. Об этом сообщают украинские силы обороны. И также вот по карте Дипстейт это видно. Но украинские оборонцы пресекают подобные попытки. Об этом сообщил представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Данила Андрея Полухина. Окупанты находятся там временно. Наши ребята их сразу оттуда выбивают. То есть есть закрепление и вклинивание. Это нельзя назвать ни закреплением, ни вклиниванием, каким-то движением по линии обороны. Также нельзя назвать вот такие вот действия россиян, сказал Полухин. Пытаются россияне прорваться и на Херсонщине. Об этом сообщил уже спикер силы обороны Юга Украины Владислав Волошин. Противник пробует захватить определенные рубежи и проводит довольно интенсивные штурмовые действия небольшими группами пехоты, применяя скоростные средства передвижения, такие как мотоциклы, автомобили-багги и квадроциклы, сказал Волошин. Окупанты пробуют захватить острова Большой, Белогрудный, Казацкий. Это островная часть дни боевого соприкосновения и она расположена напротив Херсона. Враг там проводит разведывательно-поисковые штурмовые действия. Он пытается обнаружить наши огневые средства, прощупать оборону, обезвредить минно-оборонительные заграждения, которые есть. То есть враг пытается пройти на правый берег, потому что он понимает, что получив контроль над островами, он может еще больше угрожать и Херсону, и населенным пунктам, которые расположены на правобережье. Об этом сообщил Волошин. На Запорожском направлении россияне пытаются применить малые штурмовые группы. В направлении от Приютного до Великой Новоселки противник применяет тяжелую бронетехнику. Наша разведка не исключает, что вероятно, эту технику россияне будут применять не только для транспортировки штурмовых групп к линии боевого соприкосновения, но и для поддержки действий пехоты. На Запорожском направлении есть некоторые участки, где враг проводит штурмовые действия. Я напомню, что после взятия россиянами угледара военные эксперты убеждены в том, что оккупанты усилят штурмовые действия именно на Запорожском направлении. Издание Defense Express также сообщает о том, что Россия нынче накопила ракеты для удара по нашей энергетической системе. Этот удар враг может осуществить с первыми температурными минусами, поэтому будьте бдительны, берегите себя. Увидимся.